здравствуйте уважаемые люби любители ножей и зрители нашего видео канала ну как бы я продолжаю делать колбасу из кроликов и так немножко не то что потестируя по удобству еще наш хит продаж это 108 финка из d2 к чему из d2 все-таки беру но все равно с костями соприкосновение будет опять же хочу сказать d2 стали импортная все что сейчас может произойти с импортом вы знаете если вы думали купить из d2 или из х12мф х12мф вы всегда успеете купить я надеюсь что всегда успеете вот соответственно если сейчас покупает то наверное лучше из d2 пока она еще у кого то есть вот начинаем папа выкормил кроликов серьезных сало легкая плавка очень хорошо идет на жарку без масла причем я его не перетапливаю и вам не советую вообще сало перетапливать просто пользуйтесь им а замораживаю и потом я просто строгаю перед жаркой на мой взгляд сало при перетапливании дополнительную термическую обработку получает и не знаю немного теряет вкусовые качества блюда но это мое мнение вы уже сами решать так поехали нет все таки все как над ножом все таки все таки убираем лишний жир дальше поехали ручка абсолютно не скользит классно и гораздо бюджетнее как вы понимаете чем то же самое из дерева филе неплохие вот лучше поменьше лишний жир в колбасе он не нужен вот отсюда тоже надо вырезать вообще видите вот узкие ножи они для таких вот вещей очень даже удобные просто очень удобные в принципе я не буду наверно всего кролика обделывать потому что я показываю удобство в работе видите вот в жиру я беру жир да вот очередной раз беру вот так вот прям натираю жиром смотрите вот прям вот когда говорят скользит или не скользит абсолютно абсолютно не скользко так мясо не скользит Субтитры сделал DimaTorzok Позвоночник, мышцы вдоль позвоночника. Вырезаем. Субтитры сделал DimaTorzok Подлазит, вот смотрите, даже вот осталась небольшая филешечка. Раз, заходишь. Широким ножом это делать в любом случае менее удобно. Кто бы что ни говорил. Прикольный нож. Даже вот сейчас выпускать из рук не хочется. Даже хотел остановиться, но доделаю наверное все-таки по-быстрому. Такой верткий очень нож. Также примерно происходит обвал кролика не только на колбасу, но как вы понимаете и на котлеты в том числе. Принцип отделения. Лопатка у всех одинаковая, она на мышцах держится у любого животного. Лопатка. 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 Продолжение следует... Жир. Значит, я здесь показываю, собственно, недостоинство стали, да? Потому что на кролике затупляемость не произойдет, как вы понимаете. А я вам показываю на удобство в работе. Ну, а рез, в принципе, его видно. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее показывать не буду, я надеюсь вам все понятно, что модель абсолютно рабочая и рукоять, вот те, которым еще резина до сих пор, резинопластик не нравится, я считаю, что это только из-за того, или из-за каких-то там, не знаю, предубеждений, это из-за того, что просто не пробовали. Понятно, что здесь нож не особо нужен, он так отрывается, это не лось. То, что я сейчас показываю по хребту для ножа из D2, это не несет никакой специальной нагрузки. Ну ладно, это я доделывать не буду, потом. В общем, нож классный, ножны, как вы понимаете, тоже. Показал на обвалке кролика. Если понравилось, покупайте, и у вас будет хороший нож. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...